МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии. Очередной сеанс правительственной связи. Точнее, не очередной, а первый в 2021 году. У нас в студии министр здравоохранения Чувашской республики Владимир Степанов. Владимир Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. Самый популярный сегодня вопрос. Каковы прогнозы специалистов на этот год? Как будет развиваться, продолжать развиваться ситуация с коронавирусом, с пандемией? И от каких факторов это зависит? Мы, как всегда, надеемся на лучшее. Говоря о сегодняшней ситуации, она выглядит стабильной. Да, ситуация тяжелая, но стабильная. Имеем даже некую тенденцию к снижению заболеваемости. То есть количество заболевших в ежедневном режиме уменьшается. Но основным фактором, я считаю, и это не только мое мнение, это вакцинация. То есть насколько мы эффективно, быстро вакцинируем наше население, соответственно, и заболеваемость, и управляемость этой инфекцией будет намного лучше. Поэтому в этом году мы планируем вакцинировать не менее 60% взрослого населения от коронавирусной инфекции. И, соответственно, стабилизируем пенологическую ситуацию в республике. Ну, давайте не будем далеко отходить от темы вакцинации. Она уже началась. Цифры конкретные приводить, наверное, не имеет смысла. Они меняются ежедневно. Но, тем не менее, ведется ли статистика, как чувствуют себя те, которые привиты уже два раза? Вообще, какова ситуация с пациентами? Потому что, ну, вы сами знаете, да, в интернете очень много разной информации, и хочется все-таки узнать все из первых рук. Ну, хочу сказать, то есть конкретно за нашу республику. Я даже немножко приведу цифры, что в республику поступило более 5000 вакцин коронавирусной инфекции. У нас организовано 33 пункта вакцинации, где пациенты, непосредственно жители республики, могут получить эту услугу. Из 5000 вакцин сегодня привито более 4000 уже жители республики. Понятно, в первоочередном порядке, соответственно, методическими рекомендациями требованиями и Минздрава России, и Роспотребнадзора, это в первую очередь медицинские работники, которые у нас находятся на передовой, это педагоги, это социальные работники и остальные желающие. И могу ответственно заявить, что из всего количества вакцинированных каких-либо осложнений, каких-либо реакций, таких вот сложных, которые нуждаются в оказании дополнительной какой-то медицинской помощи, с оликупированием этих симптомов, таких реакций не было. То есть все жители республики, кто непосредственно получили эту вакцину, чувствуют себя прекрасно. Более 800 человек уже закончили вторым компонентом вакцинацию, то есть полный комплекс, перенесли в соответственно эффективный и хорошо, каких-то жалоб, нареканий не было. И хотелось бы сказать, что у нас в республике создана иммунологическая комиссия по приказам Министерства Здравоохранения Российской Федерации, состав которой входит не только в медицинское сообщество, но и представители Росздравнадзора, которые тщательно и внимательно отслеживают каждого пациента, потому что каждый пациент, который получил вакцину, вносит в нас мониторинговую систему, где отслеживаются все жалобы непосредственно, клиническая самая картина после вакцинации. Ну вот, слава богу, каких-либо осложнений и проблем не было. Вот это то, что касается наблюдения за уже привитыми пациентами. А допустим, те, кто изъявил желание получить прививку до того, как они проходят какое-то медицинское обследование, то есть на предмет противопоказаний, возможных рисков? Ну, вообще, самым главным первым условием – это, во-первых, на согласие пациента, добровольное согласие, потому что вакцинация – это добровольное дело. И самым необходимым условием – это осмотр врача, во время которого, значит, врач не только осмотрит пациента, а наличие каких-то внешних клинических проявлений и противопоказания для вакцинации. Это и замер температуры, это и осмотр ЗЕО, это и пульсоксиметрии, это и сбор тщательной анамнеза, потому что обязательное условие – это отсутствие контакта с пациентами коронавирусной инфекции в течение 14 дней, ну и, понятно, отсутствие каких-либо таких острых проявлений, острых заболеваний. То есть осматривает врач и принимает решение, готов пациент к вакцинации или нет. То есть какие-то хронические диагнозы тоже принимают в свое внимание? Значит, в соответствии с инструкцией вакцины, указанного в инструкции непосредственно, обострение хронического заболевания тоже является противопоказанием. Но в период ремиссии, то есть вакцинация допустимая, более того, мы скажем, что мы и стараемся охватить те группы риска, то есть те пациенты, которые имеют у нас тяжелые хронические заболевания, которые более подвержены коронавирусной инфекции и процент летальность вот таких пациентов гораздо выше по статистике. Поэтому они у нас тоже входят в группу особого внимания и подлежат вакцинации. Ну вот среди тех, кто изъявил желание, кто добровольно пришел на вакцинацию в числе первых, кто чаще всего обращается? Люди какого возраста? Какой социальной группы? Вот ведется такая статистика? Статистика, она ведется, но я скажу, что в равной степени практически люди всех возрастов от 18 лет. Это раз. А значит, люди разных социальных групп абсолютно. То есть все активно записываются на вакцинацию и вакцинируются. Есть какие-то случаи, когда стопроцентный медотвод от прививки? Кроме того, что он болеет коронавирусом в данный момент или обострение хронических заболеваний. То есть есть какие-то, когда вынуждены отказать? Острое состояние либо гиперчистизм с каком-либо из компонентов вакцины. То есть все-таки вот аллергики? Да, совершенно верно. Если есть доказанный, как говорится, момент аллергической реакции какому-то компоненту вакцины, то, соответственно, это является противопоказанием. Владимир Геннадьевич, вот сейчас, просто до этого уже проходила информация о том, что закончилось количество доз. Скажем так, оно расписано уже по тем, кто успел подать заявки на вакцинацию. То есть когда можно ждать следующего поступления? В каком объеме? И что нужно сделать для того, чтобы поторопиться и попасть в эту очередь? Ну, значит, что касаемо объемов новых вакцин, есть графики, которые нам спускает Министерство Драконии Российской Федерации, поступление вакцин. Значит, в январе месяце мы ожидаем поступления 17,5 тысяч доз вакцин. В феврале месяце еще 27,5 тысяч доз вакцин. То есть эти графики будут обновляться. И, соответственно, на март, на апрель и последующие месяцы они будут предоставляться в регионы, по всем регионам. И, соответственно, количество вакцин распределяется по принципу, чем больше в регионе вакцинируется, то есть большая активность граждан непосредственно, соответственно, большее количество вакцин поставляет уже с уровнем федерации. Ну и записаться на вакцинацию, значит, можно несколькими способами. Также традиционные методы – это когда можно записаться через регистратуру. При личном обращении на прием к врачу. К участковому? К участковому врачу. Или к любому другому специалисту? К участковому врачу по месту жительства, либо другому специалисту, который имеет возможность в системе, в нашей электронной системе, то есть записать пациента в соответствующий пункт вакцинации. Более того, значит, появились у нас относительно новые два метода записи на вакцинацию. Это через единый номер 122, по которому, значит, пациент, сообщая свои данные, голосовой робот-помощник, значит, идентифицирует пациента и предлагает ему, значит, записи на вакцинацию в тот или иной пункт вакцинации. Значит, по городу у нас Чебоксара, но Чебоксас, то есть пациент имеет право записаться в любой пункт вакцинации непосредственно и в районах соответствующих же медицинских учреждений, там, где определенные пункты вакцинации. И еще один из способов записи на вакцинацию – это через единый портал государственных услуг. То есть здесь уже пациент сам, который зарегистрирован на этом портале, заходит, там, значит, логика записи очень понятная, простая, выбирает, опять-таки, то есть записный прием к врачу, значит, и услуга – это вакцинация, выбирает пункт вакцинации, дату, время, соответственно, удобное для него, и записывается на вакцинацию. Мы в первую очередь говорим о тех, кто стоит на учете именно вот в нашей Чувашской республике, в медучреждениях Чувашской республики. Если человек иногородний, если у него нет здесь прописки, он не прикреплен ни к какому из медучреждений, но у него есть на руках полис ОМС, может ли он претендовать каким-то образом? То есть наличие полиса обязательного медицинского страхования подтверждает то, что он является гражданином Российской Федерации и имеет право на получение медицинской услуги на территории всей Российской Федерации, поэтому также смело может прийти и записаться на вакцинацию, либо зайти на единопортного государственного услуга, если он там зарегистрирован. Но, видимо, все-таки проще делать это по месту жительства. Ну, я думаю, здесь положительный момент, какие по месту жительства, то есть все врачи своих пациентов знают, то есть знают их противопоказания, какие-то склонности, как говорится, и состояние здоровья пациентов могут сразаться непрактически. Поэтому здесь лучше по месту жительства, но возможности есть разные. Возможности есть. Неограниченные. Частные медицинские компании, которые оказывают медицинские услуги, они каким образом участвуют в процессе вакцинации? Или это все-таки на плечи государственной системы? Нет, частные медицинские компании, те, которые имеют прикрепленное население, и которые работают в системе обязательного медицинского страхования, на них также распределяется вакцина, и они также, то есть, производят запись на вакцинации и вакцинируют свои пациенты. И точно так же бесплатно должны вакцинировать? Совершенно верно. Вакцинация абсолютно бесплатна. Несмотря на то, что это коммерческая фирма. Владимир Геннадьевич, давайте вернемся все-таки к ежедневной статистике. Очень много вопросов изникает у граждан. Вот статистика ежедневной заболеваемости. В нее попадают только те, у кого ковид подтвержден анализом ПЦР, но очевидно, что переболевших больше. И даже есть такой термин о том, что вирус неидентифицированный. Но как бы все признаки налицо. Люди со сложнениями после этого попадают в больницу. Вот кого мы все-таки считаем и учитываем? Ну, вообще мы учитываем все практически, кто попал в поле зрения медицинских работников. Либо это пациенты, которые находятся на амбулаторном этапе наблюдения, либо это пациенты, находясь на сценарном этапе наблюдения. То есть все, кто обратился и попал за медицинской помощью, попал в поле зрения медицинских работников. Понятно, мы имеем дело с людьми, которые имеют так называемое бессимптомное течение, либо, допустим, в легкой форме. и в связи с чем они не обращаются за медицинской помощью. То есть такие люди тоже имеют место быть. Ну, и говоря о статистике непосредственно понятно, мы здесь тоже понимаем, что количество заболевших и болеющих в республике гораздо больше, чем есть они в официальной статистике. Ну, так вот все-таки у кого берут анализ, а у кого не берут? Какие для этого условия? Значит, анализ берут следующую категорию у нас пациентов, либо, допустим, контактные лица с пациентом, у кого подтвержден коронавирус, либо лица, имеющие признаки остро-респираторного заболевания, то есть такие, как температура, озноб, слабость, допустим, аренария. Понятно, допустим, лица, которые были в контакте и у которых начались какие-то клинические проявления, они тоже обследуются на ПЦР. ПЦР-исследователь сейчас проблем с ПЦР-исследованием нет вообще абсолютно никаких. То есть в полном доступе как в государстве системы здравоохранения, так и в частности системы здравоохранения. С этим проблем нет. То есть и люди в течение максимума 48 часов получают свои результаты анализов и, соответственно, принимаются решения уже по тактике дальнейшего введения пациента. Ну вот, допустим, с больными, которые попадают в медицинские учреждения, там все понятно. Больше всего вопросов возникает у больных, которые лечатся амбулаторно, так называемые домашние ковидники. Вот как сейчас обстоят дела с патронированием этих пациентов? Хватает ли медицинского персонала? То есть насколько часто к ним приходят врачи? Ну, значит, регулярность посещения пациентов, таких вот уже, у которых либо подтвержден, либо еще не подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, он определен алгоритм и периодическое посещение таких пациентов. Но, значит, на сегодняшний день у нас очень четко и отлаженно организовано вообще, то есть амбулаторная помощь таким пациентам. То есть с момента обращения, либо вызова на дом врача, на дом, да, к такому пациенту, который имеет какие-либо признаки коронавирусной инфекции, понятно, он обследуется, то есть методом ПЦР на коронавирус. Более того, значит, у пациента, у которого уже имеются клинические проявления, данный пациент по назначению врача обеспечивает бесплатным лекарством, препаратами, то есть на амбулаторном этапе, зависит от тяжести своего состояния, понятно, что тяжелого пациента не находится на стационаре, вот, он получает лечение дому. За динамикой лечения, значит, опять-таки отслеживает непосредственно уже врачу, по прикрепленному принципу территориальному, оценит его состояние. На сегодняшний день у нас организовано, значит, 30 центров амбулаторной помощи, пациентам с COVID-19, как в диагностике, так и для лечения. Привлечено более 200 единиц автотранспорта для доставки лекарственных препаратов и врачей до пациентов на дому непосредственно уже. Привлечены волонтеры, студенты, которые тоже так занимаются доставкой лекарственных препаратов на дом до пациента, чтобы пациент не приходил лишний раз в поликлинику непосредственно и не контактировал, да, то есть по эпид-показаниям. То есть эта помощь организована, она работает, вот, и даёт свои, скажем так, результаты. Результаты – это в виде того, что в более ранние сроки пациенты начинают у нас получать лечение, соответственно, риски осложнения у нас снижаются, количество пациентов на сценарном ходе уменьшается. Это мы видим. Это, значит, такая схема, общепризнанная во всей Российской Федерации, она дала свою эффективность, и она работает. В прошлом году осенью у нас были недолго, непродолжительное время, но тем не менее, да? Там, когда вот выяснилось, что в аптеках нет лекарств, которые необходимы для лечения ковида. Как сейчас обстоят дела? Достаточно их? То есть не отказывают ли пациентам? Не пытаются ли заменить какие-то препараты на, ну, там, скажем, аналогичные? Ну, вот, надо сказать и отменить, что, значит, на уровне Российской Федерации, на правительство Российской Федерации было принято решение о выделении финансовых средств как раз вот для обеспечения лекарств, бесплатного обеспечения лекарств препарата пациента, находясь на амбулаторном этапе лечения. Значит, в нашу республику поступило более 71 миллионов рублей финансовых средств на закупку этих препаратов из федерального бюджета и более 19 миллионов рублей из республиканского бюджета. То есть на сегодняшний день все эти суммы законтрактовые лекарственные препараты уже практически в полном объеме. Они поступили на склады формации. И начиная уже вот с ноября месяца все пациенты наши обеспечивают достаточным количеством лекарств и препаратов, и на сегодняшний день тоже достаточное количество. То есть ограничения. Все препараты, которые указаны в перечне, методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, они имеются у нас на складах и в наличии. Еще один вопрос. Упустили из виду, он тоже очень важный и очень сильно волнует абсолютно всех. Как нужно вести себя человеку, получившему прививку? То есть вот период после вакцинации. Очень много обсуждений было в интернете, опять же. Да, мы прекрасно знаем, что... Что рекомендует Минздрав? Вакцинация состоит у нас из двух этапов. Значит, после первой вакцинации традиционная рекомендация – это избегать посещения бань. То есть перегревания. Не перегреваться. Не перегреваться, абсолютно верно. Не мочить место инъекции. То есть, да, сочинить тренировки. То есть бассейны тоже запрещены? Совершенно верно, да. То есть именно место вакцинации. Потом, значит, избегать тяжелых физических нагрузок. Потому что мы все знаем, что нормальная допустимая реакция на введение вакцины – это в виде так называемого гриппозоподобного состояния, это легкая температура, недомогание, оно тоже имеет место быть, которое проходит абсолютно без всякого лечения, без всяких воздействий из них. Но вот этот период надо сдержаться, чтобы не было. И более того, значит, с этапы первого вакцинации и до введения второго компонента тоже избегать контакта, то есть массового скопления людей, чтобы дать организму окрепнуть. Сжиться с новой… Совершенно верно. Иммунитету, как говорится. С новым влиянием. Дать реакцию, то есть и ответ на введение этой вакцины и соответствующую защиту. Но, судя по всему, еще не переохлаждаться, да? Это само собой разумеется. То есть не переохлаждаться, не перегреваться, физические нагрузки ограничить, не употреблять алкоголь, это тоже имеет место быть, потому что все-таки реакция организма и так испытывает стресс. То есть наведение вакцины своего рода. Поэтому такие воздействия извне, излишние, тоже нужно исключить. Да, и желательно, наверное, как я себе представляю, не менять место пребывания. То есть не переезжать в теплые страны. Совершенно верно. Даже, скажем, обычные командировки. Да, потому что смена климата – это тоже для организма стресс. Он испытывает так называемый процесс акклиматизации. И если совместить эти два явления, как вакцинация и акклиматизация, тоже может вылиться в осложнение. Поэтому здесь надо этого избежать. Ровный темп и ровный ритм жизни. Ну вот как вы считаете все-таки, как доктор, когда мы сможем закрыть эту тему? Не окончательно и бесповоротно, но, по крайней мере, не обращаться к ней так часто. Не мониторить ежедневно, не смотреть, не считать. То есть когда все это более или менее успокоится? Значит, когда вообще по всей стране создаст так называемый популяционный иммунитет, а он может создаться в более быстрые сроки и в активном порядке только путем вакцинации, то при этих условиях и коронавирусная инфекция войдет в ряд, как и грипп, как и все остальные инфекции, которые уже на сегодняшний день управляемые. То есть мы живем с ними, мы готовим с кипицезон, мы знаем примерно в какие периоды. Мы почти с ними дружим. Совершенно верно. То есть и уже, соответственно, мы сможем вернуться в спокойный, в обычный рейдом жизни. Ну вот понятно, что все-таки не ковидом единым. Никто не отменял никакие другие диагнозы, которых, к сожалению, меньше тоже не становится. Остальные медицинские организации, которые не перешли в разряд ковид-госпиталей, как они сейчас работают, в каком режиме? Ведь на них тоже возросла нагрузка. Совершенно верно. Ввиду закрытия некоторых учреждений и перепрофилирования под ковид, соответственно, другие учреждения оставшиеся, на них перемешиваются наши другие пациенты с другими профилями. Соответственно, нагрузка их возросла. Но тем не менее люди, нуждающиеся в помощи, в медицинской помощи, они ее получают в должном объеме и в нужное время непосредственно. Более того, даже несмотря на пандемию, та профилактическая работа, за исключением определенного периода профосмотра и диспансеризация, она продолжалась. То есть все мероприятия проводились. Более того, за 2020 год мы выполнили непосредственный план диспансеризации профилактических осмотров как детского, так и взрослого населения. То есть плановая работа, несмотря на ее напряженность, она продолжалась. Потому что и все пациенты остальные, которые нуждаются в оказании специализированной плановой помощи, они ее должны получить. Поэтому вся работа была организована таким вот образом. То есть, допустим, если взять какие-то наши федеральные учреждения, то все квоты по-прежнему выполняются в том же объеме, в каком-то нужном. Это вот речь идет о высокотехнологичной помощи. Ну, высокотехнологичная медицинская помощь, то есть она тоже продолжалась на территории республики. То есть, как в условиях наших городских клиник, значит, федеральных центров, но за исключением двух месяцев, федеральный центр роматологии, ортопедии, эндопатезии, который тоже у нас был включен, как говорится, я оказывал помощь пациенту с ковидной инфекцией. Но за исключением этих двух месяцев, в остальное время, то есть они продолжали оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. И также городские наши больницы, такие как Республиканская клиническая больница, городская клиническая больница номер один, они также продолжали оказывать как помощь, так и специализированную, так и высокотехнологичную медицинскую помощь. Остальные задачи, которые возложены на отрасль в рамках нацпроекта здравоохранения, они также реализуются по графику? Успеваем? Совершенно верно, да. То есть они и в 2020 году продолжали свою реализацию, потому что от нас проекта никто не освобождал. Все задачи, поставленные на 2020 год, они выполнены. Такие, как, значит, в рамках первичного звена, это у нас есть строительство фельдшерских пунктов, врачебных амбулаториях, капитальные ремонты, закупка медицинского оборудования, в частности. Вот была запущена в прошлом году городская детская больница номер 2, инфекционный стационар наш, долгожданный, то есть сейчас вот созданы те условия для детей, для получения помощи, комфортные, современные, значит, затем, значит, переоснащение, переоборудование тех же наших ведущих центров, таких как республиканский клинический онкологический диспансер. Законченные, введенные в эксплуатацию у нас чистые операционные, так мы их называем, в республиканском коглодическом диспансере, то есть вот сейчас при получении, значит, соответствующего оборудования дополнительно еще, то есть она будет, тот республиканский клинический диспансер, значит, будет оказывать помощь, которая оказывалась ранее в Москве. То есть расширится спектр оперативных вмешательств, наши кардиохирурги будут выполнять эти операции. То есть созданы условия для расширения возможностей, как говорится, и получения, чтобы наши пациенты и наши жители республики не ездили в другие регионы, а получали эту помощь здесь. То есть все мероприятия выполняются, работа идет в планном режиме, запланированные на 2021 год, много мероприятий. Да, еще хотелось бы отметить, наверное, из новых направлений, которые были реализованы в 2020 году, это наша санавиация. Более 50 пациентов были транспортированы, то есть вертолетам, те, которые нуждались в оказание экстренной медицинской помощи, буквально вот сегодня и сейчас, были транспортированы из районов республики, наши городские клиники и получили соответствующую помощь. Работа будет продолжена и в 2021 году, очень много планов, более 300 объектов капитального ремонта. Запланировано строительство двух новых поликлиник, это у нас в Маргаружском районе, в Канарском районе. Также продолжится строительство фельдшерских и акушерских пунктов. Будет развиваться также в дальнейшем и онкологическая помощь. Вот в 2020 году мы организовали работу двух центров амбулаторно-онкологической помощи. Таких центров будет введено еще два в этом году. Соответственно, люди, которые нуждаются в проведении химиотерапии, то есть той терапии, которая специфичная, и раньше они получали, вынуждены были ехать в республиканскую клиническую онкологическую диспансию. То есть здесь уже после выписки из стационара, значит, по назначению онкологов, они эту помощь будут получать уже в этих амбулаторных центрах. Что намного, значит, разводится нам из стационара республиканскую клиническую онкологическую диспансию, а самое главное, эта помощь будет приближена к людям, она будет более доступной еще, то есть для всех пациентов непосредственно. И самое главное, на том же уровне, какая она должна быть, то есть качественная помощь. Специалистов достаточно у нас все-таки вот для проведения химиотерапии там же? Ну, на сегодняшний день какой-либо, значит, проблем или дефицит именно специально для проведения химиотерапии мы не испытываем. То есть все пациенты, которые нуждаются в проведении химиотерапии, они ее получают и получают своевременно. То есть в те сроки, которые обозначены специалистами-онкологами. А вообще, вот если говорить о нехватке специалистов для отрасли, то есть я знаю, что нам удалось снизить, сократить вот этот вот разрыв между потребностью и тем, что есть реально. Ну, вот сколько сейчас все-таки нехватка примерно? Ну, вот скажу, значит, про отрасли у нас. Укомплектованность с врачами, допустим, это порядка 86-88 процентов, то есть дефицит есть, имеет место быть. Ну, и средний персонал, наверное, чуть больше, чем врачей, то есть их порядка 90-92 процентов комплектованность. Но тоже имеется дефицит. И этот дефицит, как бы, он характерен не только для нашего региона, он характерен вообще для всего, отрасли по всей стране. Поэтому, ну, тем не менее, те меры поддержки, то есть те программы, которые организуются сегодня на уровне республики, то есть правительством Чувашской республики, то есть правительством Российской Федерации, они позволяют нам, по крайней мере, то есть нивелировать и планировать, как говорится, поступление кадрового потенциала в нашу отрасль. Такие программы, как «Земский доктор», «Земский фильтр», то есть они тоже позволяют. С 2021 года стартует у нас, значит, меры социальной поддержки для медицинских работников. Это выделение служебного жилья с правом последующего перехода в собственность. Это и льготные кредиты, которыми могут воспользоваться медицинские работники в индивидуальном порядке. То есть множество. Это единовременный выпад, которые были у нас, и они продолжатся и в этом году. Это 200 тысяч для врачей первичная звена. Также, значит, ординаторы студента также получают материальную помощь. То есть все возможные, вероятные меры социальной поддержки для врачей и медицинских работников, они есть, и они также продолжатся и в этом году. Поэтому надеемся, что, значит, благодаря этим мерам все-таки кадропотенциал и пройдет напряженность в плане коронавирусной инфекции. То есть придут врачи, медицинские сестры в нашу отрасль, и, соответственно, работа будет уже более эффективна еще. Спасибо большое, Владимир Геннадьевич, за такие подробные ответы на наши вопросы. Мы от всего национального телевидения Чувашия желаем здоровья вам и всем вашим коллегам. И напомню, что сегодня нашим собеседником был министр здравоохранения Чувашской республики Владимир Степанов. Спасибо большое за внимание. Берегите себя, своих близких. Будьте здоровы.